Объединенная в плане эстетики городская среда, да, когда эти вот хрущевки, брежневки там понатыканы, все прочее, это, конечно, вот эти гаражи для людей, да, ты понимаешь, что нечем гордиться. Отношения между людьми настолько примитивизированы, да, настолько вот какое-то начало там нового благородства, какое-то там интеллектуальное общение в таком дефиците, да, в каком там свое время в дефиците была там одежда, обувь, еда и так далее, да. Вот, то есть это больше умозрительная такая вещь, имеется в виду переживание гордости за принадлежность там к какому-то этносу. То, что и сейчас, кстати, в России, вот при том, что там дырявые штаны, да, ну так скажем, метафорически, да, но при этом там люди ощущают гордость за чувство избранничества, да. То есть это такие, я понимаю, компенсаторные вещи, да. Вот, человек не может жить постоянно вот в стрессе, постоянно терпя неудачи. Любому нужны победы, любому нужно выигрывать. И вот это происходит. И вот этот университет, да, влиял, конечно же, и второе, это за границей, потому что когда ты здесь ощущаешь просто, когда тебя, во-первых, определяют так, а во-вторых, когда вот эти инсайты появляются, инсайты, да, вот такие вот озарения, да, и ты чувствуешь своё вот это вот, ну, ты чувствуешь себя, в общем-то, ты чувствуешь, что ты отличаешься. И это связано именно вот с этим ощущением, с этой идентичностью, с самоидентификацией. Вот что я хотел сказать по этому поводу. Это, конечно, рассуждать можно долго, у каждого своё понятие насчёт этого. Я, например, сейчас вспомнила с девочкой, вот знакомой, в общем, да, уехала, закончила школу, уехала, Ленинград поступила, в общем-то, художественной, ну, художником стала, да. Замуж вышла, они уехали в Америку, вот ей было 22 года, и она по сей день живёт в Америке, там, ну, всё уже, там дети народились, там, внуки уже. И я у неё спросила, вот скучаешь по родине-то? Она мне и говорит, в общем-то, ну, конечно, воспоминания-то остались хорошие, всё, в общем-то, но я бы, говорит, уже сюда никогда не вернулась. Вот, 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 вот это, это говорит о том, что человек, в принципе, он по духу своему, да, он интернационален, и он очень гибок. Кроме того, Америка, это ведь всё, всё-таки страна иммигрантов, и там... Ну, там, наверное, весело ей живёт что-то. Да, да, там нет такого... Ну, всё равно, мне это где другой уже, всё равно. Там есть, по крайней мере, там своя среда есть, и... Так же, как и в Прибалтике, допустим, очень много русскоязычных, вот, поэтому... Да и, скажем, эстонцы, они ближе к русскому. Ну, мне кажется, да, они сейчас больше русскому подражают, чем кому-то ещё. Они ближе гораздо, чем западу, чем финнам, там, шведам. Ну, давай, отдохнём теперь немножко, потом продолжим. Да, ты устала уже, да? Ну, притомилась. Притомилась немножко, и... Вот. Ну, хорошо, спасибо тебе, мама, за этот разговор. За этот вечер, проведённый вместе, рядышком. Да, да, спасибо тебе за этот разговор, вот, и мы подумали о детстве, что-то вспомнили, да, как-то... Ностальгия наступила по детству. Я ещё хотел тебе кое-что сказать, вот, про детство, чтобы эту тему... Закрыть. Закрыть. Допустим. Так, и что ты хотел сказать? Про детство я хотел сказать, что... Из детства, что я ещё помню? Вот, про детский сад ты мне много рассказывал. Ну, детство, прости, я тебя перебью, я тебе хочу сказать, что детство у тебя было, ну, не таким уж и бурным, ну, не, 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 знаешь, не дом, как у нас дом, работа, дом, работа, а у тебя дом, детсад. Ты же постоянно ездил на юг отдыхать, с трёх лет. Как тебе с полностью годами, мы постоянно в отпуск ездили на юг отдыхать, в общем. Там ты тоже вот любил очень это самое, показать себя. Да, смотрите, какой я, да. Тебя очень любили, ты вообще был, как бы сказать, любимчиком публики. Вот, не то что публики, вот окружающие, кто рядом был с тобой, все за тобой восхищались. Когда мы приехали в Вёшку, помнишь, там концерт мой был, прощальный вечер был, концерт... Станица, Станица Вёшенская, это родина Шолохова, да, который написал там знаменитые, да, романы Тихий Дон и понятые цены. Ну, говорят, что это не он ещё написал, есть споры, но не важно. Ну, ладно, во всяком случае, там нам говорили, вот это за забором, там дома мы тогда не могли туда на территорию попасть, было закрыто. А так, в общем, у забора постояли, ну, видно было. И вот на этом вечере ты был популярным очень, ты и пела, ты и танцевал, ты и стихи читал. И там тебе потом признали тебя этим лучшим, активным, самым активным участником этого, значит, мероприятия, тебе подарили книжку Шолохов. Да. Так вот она ещё хранится. Да, а если... Там ты выложился по полной программе, и уже сказали, хватит, хватит, а ты говоришь, я ещё знаю. Вечер закрывается уже, я ещё знаю. А там ещё был случай, что я потерялся где-то, да? Это в Питере. А, в Питере? В Леонграде тогда. А, в санатории. Ты просто, пока мы там разговаривали с женщинами встретил, ты убежал. Схватили, а надо было идти на концерт туда, тебя нету. Искали, искали, но никак не могли подумать, что ты будешь это... Ну, не могли найти, короче говоря. Ну, что делать? Потом, значит, приходит женщина и говорит, да, мальчик, тебя нашли. А потом я узнала по фотографиям. Ты сидишь на скамеечке с мячом футбольным, и тебя кто-то сфотографировал и вывесил на стенку. Так вот ты когда убежал на футбольное поле. Да, то есть, в принципе, было безопасно, да, там? Можно было... Нет, ну, там люди кругом, конечно, там территория же ограждена, не то, что там это самое. Ну, а на юге, вот мы ездили, куда там? В Лазаревское, потом ездили в Геленджик, в Крым, в Ейск ездили, да. Куда еще? В Одессе были? В Одессе ты был, я не была. А, ты не была, да. Ты ездила с подругами. С твоими подругами. Ага. Там был смешной случай, меня пчела укусила, да? Я не знаю, меня там не было, но только знаю, когда самолет прилетел, приземлился, там, в общем, на полосу-то не пускают, а я аж выпросилась. У меня, говорю, у меня там сын один, понимаете, выбежала, ты выходишь с самолета, по трапу идешь, только подошел и сразу мне показываешь, даешь, зуб у тебя там выпал один. Ты мне даешь, а из кармана даешь, что зуб этот вот. Это что, в Петрозаводске тогда самолеты летали, да? Летали, как же. Без советцев, но сейчас он опять отстраивается, опять будет... Будет работать, да. Там же у нас фильм снимали, да, этот Афония, да? Снимали, у нас много снимали фильмов тогда. Разори здесь тихие. Ну да, нет, но это, я имею в виду, аэропорт. Без сердца там, да? Без сердца. И там были слова «от себя не убежишь», да? Тоже, вот это тоже лейтмотив всей жизни. А, еще я был очень часто в этих, в пионерских лагерях, да? Да, да. Как-то я каждый год, по-моему, туда ездил, да? Вот. В основном ассасинное, от нашего министерства, лагерь был ассасинов. Потом в Кончизе это было? Это, да, это был четвертый класс, да, там. Да-да-да, у меня что-то было с горлом, да. Танзелит или что там. Да, это было весело там, в этих лагерях, конечно. Вот. Так что детство было веселое, да? Я тут нашла твое письмо с ласасинного, да? Ага. И ты пишешь там, ну, поначалу там ты не хотел оставаться. Ну, как все дети там, новые люди, новая компания, да, все такое. А потом пишешь, мама, здесь весело, мы играем там. Ну, нравится тебе. Ребята хорошие. В общем, мне очень нравится. А в конце пишешь, что-то, мама, до свидания, целуй, забери меня отсюда. Странно, да? Вот такой парадокс. Мне же не нужно было там. Это же не то, что мне там нужно было как-то лицемерить, да? Ну, вот уже, а потом, когда я приехала, решила тебя взять пораньше, забрать. Разрешили взять тебя, забрать пораньше на неделю, по-моему, да? Я приезжаю тебе, Максим, ну, поехали. Ты говоришь, не, мама, я еще останусь. И ты остался, я к вам тогда еще вот иностранцы приезжали. Ну, я помню всегда, что, я вот помню, что я очень радовался твоему приезду, да? Всегда. Ты приезжала там с конфетами, с язлами. Ну, с подарками, разумеется. Это было очень сильное впечатление, да? Мы там время проводили, потом ты уезжала, я расстраивался, да? Нет, ну, по-моему, это первую неделю, а потом уже нет. Ты говоришь, да, здесь весело, мы купаемся. Вот к нам, когда приезжали иностранцы, вот это первый раз было такое. Они с какой-то Ямайки были, что ли, да? Да, Немеры. Вот, да, чернокожие были ребята. И тогда, когда они именно приехали, меня именно назначили председателем совета дружины. Вот, вот до этого не назначали, вот они там. А вот в такие самые ответственные, в самый ответственный момент почему-то меня взяли. Для меня это загадкой остаётся до сих пор, почему я, в самый ответственный момент призывают меня. И я тогда командовал лагерем, целым лагерем, лагерь, равняй, смирно, равнение на знамя, там, какую-то речь произносил там тоже. Вот, да, было такое дело, было. То у нас там был и интересные, вот этот, ну, команды соревновались, да? И я помню, был конкурс капитанов, типа. Вот я был тоже там этим капитаном. И задание было сказать, если бы я был начальником лагеря. И все выходят там, ну, один выходит, говорит, если бы я был начальником лагеря, я бы давал бесплатно мороженое всем. Хорошо, смотрят. И второй выходит, если бы я был начальником лагеря, я бы всем давал бесплатно пироженое. И тут я выхожу и говорю, если бы я был начальником лагеря, я бы был таким начальником лагеря, как наш начальник лагеря. Строгим. Уважаю, сэр. И тут овации, овации такие. Я, конечно, победил в конкурсе. Но что это было? Ну, что это? Подхалимаш такой был, да? Мелкий. Вот. Как бы прогиб, что ли. И ты уже понимал, что это было подхалимаш, что ли? Не знаю, нет, наверное. Это, может, выглядело как подхалимаш, но ты же ведь еще, ну, что там тебе, там, первый или второй класс был. Я думаю, что я понимал, что это было очень оригинально, так сказать. Ну, да. Понятно, оригинально. Но не подхалимаш. Да, и отдать. Надо звучит, как подхалимаш. И, может быть, отдать должное действительно какому-то таланту, управленческому таланту вот того человека. Потому что руководить это сложно. Конечно. И не каждый к этому готов. И это тоже вот тема, допустим... Не каждый может руководить. Не каждый может управлять людьми. Но все туда лезут. Все думают, что они... Потому что там, да. Думают, что работать не надо. Будешь только указывать, да и все. Да, и вот отношения такие тоже, как там, как бы руководитель, подчиненный. И вот этого неравенства такого. И, кстати, вот это тоже еще одна тема для нашей беседы с тобой по поводу отношения с властью. Да, потому что откуда у меня этот критический настрой? С одной стороны, вот у меня отношения с начальниками как строились. Ну, вот то, что я помню. С одной стороны, я критически относился. Но, с другой стороны, как бы меня, в общем-то, ценили тоже как работника, квалифицированного, да, и так далее. Но, с другой стороны, я... Вот у меня не было подобострастного такого отношения к власти, да, к руководителям, к начальникам. Не было, по-моему. И вот откуда это? Это от тебя, конечно же, все. Ну, понимаешь, вот, хорошо. Вот мое отношение к начальникам. Я, например, считала, начальник должен быть один. А когда... ну, там... А у нас, вот, например, был начальник, это, Пулкачев-то, да, Епипитаева, как старший инженер. Но она считалась тоже как-то, в общем, начальником-то, да. А вот она... ну, я ее не признавала. Для меня она никто. И однажды она мне делает замечание, и я не реагирую. Она жалуется, пишет на меня докладную начальнику. Начальник меня вызывает, я прихожу. Вот так и так. Вот, там, Зоя Михайловна написала на вас докладную, что вы не подчинились-то. Я говорю, Василий Егорович, я признаю не только одного начальника вас. Больше для меня начальники не существуют. Вы хотите работать? Да-да-да, молодец. А я вот, а я не терплю, не терплю вот этого начальственного отношения. Вот, даже недавно. Я, в принципе, для меня, ну, жизнь это эксперимент, и я где только не работал, но ты знаешь, да, потом мы, может быть, об этом еще поговорим, о моем трудовом пути, да, и о моей... Который, в общем-то, ну, это настоящая писательская биография просто. Так, будем откровенны. Потому что если одни там, ну, 40 лет на одном месте, и ничего, то я там-там-там-там-там, везде и всюду. Но не в этом дело сейчас. Вот, недавно. Начальник, как бы, один, потом второй, потом третий. Сколько их? И вот тут я уже. И вот она приходит и начинает, ну, командовать. Просто командовать и, как бы... И я понимаю, что это вот вызывает во мне протест внутренней. Потому что нельзя так разговаривать с людьми. Потом выясняется, что она из Украины. Что она вот, вот у нее какое-то там комсомольское прошлое. Понимаешь? И вот... И я, да, и я... Ну, не хотел я об этом говорить сейчас даже, да. Ну, потому что это все, в принципе, и не достойно обсуждения, да. Вот эти люди и их, как бы, поведение, да. Ну, просто вот сейчас свежий пример такой. Насколько моя натура этому противится. Вот такому подходу. Ну, да. Да тут уже никак не к начальнику противиться, а именно человеку с такими вот настроем, с таким нашим командным-то. Да, и при том, что все же работает. Видите, проблемы нет. Она искусственно создается. Искусственно вот это вот выстраивается психологическая, психологическая якобы зависимость. Вот. Хотя в этот момент хочется просто вот этого человека, ну, скажем так, куда-то отправить, да, подальше. И вот для чего это все? Вот эти люди просто... Это, кстати, к вопросу о том, а может ли человек меняться? Способен ли он к внутренней трансформации, к изменениям, будучи там в другой стране, в другой культуре, в эмиграции и так далее? Может, конечно. Может, да, отчасти может. Но все-таки вот это ядро в нем, да, оно так или иначе даст о себе знать, это программа. Да, если наступит такое же положение, когда ты видишь несправедливость, конечно, это в тебе уже возникнет протест. Да, и это тоже. Так что мы детство, да, я еще тебе хотел сказать, знаешь, про что? Да, и в общем-то на этом мы тогда закончим, да, уже я вижу, ты под уставом. Да, и немножко, да, витомилась. Но тебе было интересно поговорить? Интересно, конечно, видишь, вспомнили заодно и вспомнили прошлое, и детство, и ты, и ты свое, и я, в общем, тоже себя как-то в своем детстве. А ты в своем, может быть, может быть, ты в следующем расскажешь о своем детстве? Нет, нет, ну сейчас просто уже время подошло. Пора спать ложиться. Вот. Дорогие друзья, вот те, кто нас смотрит сейчас, спасибо вам огромное за внимание, да. Мы с мамочкой надеемся, что вам было это интересно, и может быть, вы тоже, и может быть, наш вот этот разговор побудит и вас как-то поговорить с мамой, со своими родителями, да, и как-то, ну, обратить внимание на себя и что-то, может быть, понятно. Увидеть, увидеть, увидеть какие-то созвучия, может быть, с вашими судьбами. Воспоминания помогут вам сделать правильные выводы, и что-нибудь, в общем-то, наладится лучше в вашей жизни. Да, так что вот такое ток-шоу у нас, это наше телевидение, и мы что хотим, то и делаем в любое время. Мы поздравляем вас с наступившим Новым Годом, мы желаем общения, общения, еще раз общения. Между собой и между людьми. Вот, кстати, прекрасно, вот не я это сказал, я сейчас как раз, мама, разрабатываю философию общения, то есть человек как живая книга. Да, и вот этот наш разговор с тобой, он, безусловно, дал мне, например, возможность с одной стороны выразить себя, подумать о том, о чем я не думал, и... И что-то извинил в смыслах твоих. Да, или думал, конечно, но вот не было возможности это проговорить, просто артикулировать, да, и сказать тебе в частности. И вот от тебя услышать тоже нечто... Спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...